И вновь вам говорим доброе утро, продолжаем наш эфир. Вот в минувшие выходные были по-особенному весеннему, по-настоящему, может быть, даже сердечными. Ведь в субботу и воскресенье состоялось ежегодно, уже ставшее традиционное, так скажем, модельное шествие. Это был модный показ под брендом Дин Инима, который объединил под собой всех молдавских производителей одежды, обуви, аксессуаров. В принципе, тем, чем славится наша страна, но те вещи, которые мы, в принципе, не все знаем, то, что у нас производится. В этом показе участвуют не только профессиональные модели, но также артисты, люди культуры, шоу-бизнеса, политики, бизнесмены. Люди, которым не безразлична судьба молдавской промышленности, легкой промышленности, тем самым они решили поддержать модельную жизнь нашей страны. Рассказывай, кто у нас в гостях. И одна из этих участниц, а участница данного показа, на сегодняшних гостях, Оля Тира. Оля, доброе утро, Дора, поздравить. Доброе утро. Необычно. Не будем говорить сегодня о композициях, не будем говорить о музыке, а будем говорить о брендах Молдовы. Это не первый год, когда ты участвуешь в проектах, показах Дины Нима, да? Вы знаете, меня одна из организаторов назвала, в субботу я принимала участие в показе, назвали меня ветераном шоу Дины Нима. Потому что я всегда с открытой душой отвечаю положительным ответом, скажем так, на участие в данном проекте. Потому что я считаю, что мы должны поддерживать наших молдавских производителей. Тем более, что у нас в стране есть достойные дизайнеры, с которыми я очень тесно сотрудничаю. Вот. И поэтому я горжусь, что в моем гардеробе есть достаточно много вещей made in Moldova. В повседневном гардеробе, да? В повседневном. И в повседневном гардеробе, и в гардеробе, конечно же, сценическом. Довольно вот насчет Оли, то, что отметили организаторы, что они знают, сколько уже, по счету, какой раз Оля принимает участие. Я, кстати, тоже мы с Ольгейом Валем принимали участие в этом показе. И они все, по повседневному участникам, они знают дословно, сколько кто выступал. Раз. В общем, вызывают точное количество. О, мы в четвертый раз, вы в пятый. Это означает, что... А Оля не уже со счета сбили. Да, это означает, что они рады. Мы со счета не собьешься. Насколько ты в первый раз легко согласилась, да, вот, принять участие в этом показе, все-таки это не коммерческий какой-то проект, да, это не какой-то рекламный проект. Все-таки это промовирование наше молдавское дизайнерское искусство. Я с удовольствием согласилась. Естественно, как бы, в принципе, когда первый раз устраивалось шоу, еще как-то не особо понятно было, что, как. Не знал дизайнеров, которые есть в нашей стране. Но, тем не менее, я, согласившись, поняла, что все-таки в этой индустрии тоже жизнь кипит. Кто-то что-то делает, старается что-то новое придумать, может быть, скомбинировать некомбинированные до сих пор, скажем так, да, ткани и так далее. Но, вы знаете, мне настолько понравилась сама энергетика и закулисье этого проекта. Все вот были какие-то очень, скажем так, воодушевленные тем, что именно с нас, скажем так, потому что я помню, кажется, я участвовала в первом показе, именно с нас начинается, вот открываются эти двери в мир, скажем так, индустрии. Да. А ты помнишь свой первый выход, тогда, когда ты выходила на подиум первый раз, один инима, у тебя до этого времени уже был модельный какой-то опыт нахождения по подиуму? Потому что большое количество... Отличается, да, от выхода на сцену. Да, потому что большое количество людей, которые вообще первый раз выходят на подиум, даже не знают, как себя вести. Вот твое первое ощущение было ли, ты справилась с этой задачей легко? Мне кажется, я справилась с этой задачей легко, потому что вообще первый мой выход был, я вышла, помню, я пела песню, и под мою песню, в принципе, показ, да, дефилировали. Вот. И, в принципе, в этот момент я поняла, что это все не так уж сложно, и до этого у меня были кое-какие, скажем так, опыты, вот. И поэтому для меня это было совершенно легко, и вот я себя чувствовала, как в своей тарелке. Потому что, особенно для нас, артистов, мне кажется, это не составляет большого труда. Мы постоянно выходим на сцену, разговариваем, общаемся с публикой, выходим за ее пределы, в зал, скажем так, и возвращаемся обратно. Это тоже своего рода дефиле. Вот. Наверное, более сложнее, либо вот как-то, скажем так, почувствовать себя комфортнее было людям, работающим на телевидении. Потому что, может быть, общение с камерой у них есть, но вот дефиле... Публика явная, а не просто объектив. Да. Вот это их смущало. Но, тем не менее, мне кажется, все справляются очень достойно. И это здорово, что именно в этом проекте собраны разные личности, как и представители шоу-бизнеса, как ты и сказал, представители культуры, дипломаты и так далее. Ну, это очень здорово, мне кажется. Еще раз скажем нашим телезрителям, что мы говорим о проекте Дин Инима, и совсем скоро к нам присоединятся еще представители. Если Оля выступала в качестве модели, то есть те, кто принимали участие в качестве производителей. Дарья Талмач не принимала участие в самом показе, но она побывала на этом показе Дин Инима, который проходил в минувшие выходные, и подготовила для вас интересный сюжет. Итак, друзья, это утро плавно стало модным. Мы посмотрели только что сюжет на ту же тему, о которой, в принципе, сегодня и беседу с нашими уже гостями. У нас на площадке присоединилась еще одна гостья. Мы также рады приветствовать у нас на диванчике Наталью Кошулян. Это коммерческий директор компании «Понти», которая также принимала участие, ее компания принимала участие в данном показе. Также Оля Тира, участница показа, которая демонстрировала тем, чем богата наша страна. Начнем, конечно же, с... Такой вопрос, немножко назад вернемся. Вы, как представитель компании, наверняка, наверное, столкнулись с недопониманием, может быть, наших людей, когда только появились на рынке, потому что Молдавска почему-то, к сожалению, всегда социализируется с не очень качественной продукцией. Как вы перебороли вот этот первый шаг? Более сложный? Сломали стереотип, по сути. Да, сломали стереотип. Реально ломали стереотипы, потому что мы пионеры бизнеса, можно так сказать. Мы 27 лет на рынке Молдовы. Мы среди первых начали производить молдавский продукт для местного рынка. Мы слышали отзывы наших покупателей, общались с ними напрямую, старались всегда отвечать на их потребности, пожелания. У нас был всегда очень тесный контакт с покупателями, до сих пор он сохраняется. С нашими продуктами выросло уже несколько поколений девушек, мальчиков. Нам очень приятно. Даже у нас есть упаковки, на которых снимались девочки, которым 3-4 годика. Они сейчас такие юные леди, такие красавицы. Нам так приятно их видеть и осознавать то, что когда-то мы их фотографировали, даже лично я и подбирала девочек такую маленькую, красивенькую. А сейчас она такая юная леди, метр семьдесят пять, красавица. Что для вас, как для производителей, представляет собой проект Динынима? В чем его важность для вас? Ну, это на самом деле очень важный проект. И это первый проект, который дал толчок очень многим молдавским брендам. Конечно, мы были известны и до этого проекта, потому что мы интенсивно рекламировались, как я ранее говорила. А для многих неизвестных брендов это была такая вот платформа, такой стартап для бизнеса. Это было что-то новое, показать свою одежду на VIP-персонах, потому что они где-то имели какие-то бутики, магазины, кто-то вообще ничего не имел. Продавал так, как мог. Это такой первый показ официальный, где есть модели, где есть подиум, зрители, которые могут сразу оценить, ставить лайки. И после этого на второй день начинаются звонки, спрашивают, почем, где это платье и так далее. Пытаются найти, носить. И первый год, конечно, многие так скептически смотрели. Говорят, ну, есть куда расти. Конечно, все понимали это. Но, тем не менее, несмотря ни на что, росли. Творили, все интереснее, все лучше. Вот Оля не даст мне соврать. Модельеры, дизайнеры ездили на выставках, работали над собой, потому что уже на следующий год к показу нельзя было останавливаться на предыдущем уровне. Надо было что-то показать лучше. Конечно, удивлять, удивлять. Да, расти. И вот на этом показе очень многие констатировали тот факт, что бренды выросли, реально выросли. Красивые модели создают красивую одежду. И не стыдно ее носить. Оля, что впечатлило? Может быть, были какие-то особенные, что-то запомнилось мероприятие? Ну, меня безумно радует тот факт, вот как и сказала Наталья, что бренды наши развиваются. В принципе, я сотрудничаю очень давно с Юлией Алерт, дизайнер, которая уже, в принципе, заявила себе очень громко, достаточно громко, не только в нашей стране, но и за ее пределами. Но с ней я сотрудничаю еще до того, как она начала выпускать свою капсульную коллекцию. Да, и до того, как она начала участвовать в этом проекте Ди-Нынима. И могу сказать, что это человек с очень креативным подходом к своей работе. И она действительно живет тем, что она делает. Также очень много брендов, с которыми я сотрудничаю, и ношу их с удовольствием, которые я представляла в этом году на подиуме. Также весьма очень даже приятные и красивые. В них не стыдно выйти на любое мероприятие. Не только в нашей стране, я скажу, но и за ее пределами. Вот, Наталья, вы сказали, что в основном, конечно, все-таки ориентируетесь на наш местный рынок. Но надо заметить то, что в зале всегда присутствует большое количество иностранных гостей, заграничных гостей, дипломатов. Поступает ли вообще предложение экспортировать нашу продукцию? Интересуется ли наша продукция за границей? Можем ли мы составить конкуренцию, допустим, другим каким-то брендам заграничным, которые продаются у нас в стране? Ну, безусловно, в нашей стране уже есть чем гордиться. И очень хорошо, что бренды это осознают и работают над собой. Вот отвечу на ваш вопрос. Да, к нам регулярно обращаются, есть запросы, из разных стран они приходят. Экспорт мы делаем уже несколько лет, но мы делаем его в небольших количествах, так как нам до сих пор не позволяли мощности. Уже с декабря мы переехали на новую фабрику, уже мощности наращиваем. Думаю, что экспорт будет идти получше, побольше в тех объемах, в которых были запросы. Может, еще дело в том, что наши бренды все-таки должны как-то сами думать о своей рекламе, потому что вот даже вы на своем примере, у вас же, наверное, пошла определенная волна популярности, когда появилась очень хорошая реклама продукции. То есть люди могли увидеть, что это есть, вообще узнать об этом хотя бы. У нас, нам повезло с нашим основателем бренда, у него очень тонкий вкус, очень такое креативное мышление. Помимо того, что он по специальности инженер, он любит фотографировать. Вот это его хобби. И вот хобби помогло его бизнесу. Мы работали всегда в тандеме. Вы понимаете, колготки – это обязательно красивые ножки где-то. Красивые ножки – это обязательно красивые девушки. Вот так оно и пошло, поехало. Всегда у нас реклама была красивая, яркая. Всегда участвовали только наши местные модели. И все спрашивали, это наши местные? Мы говорили, да, наши местные. Вначале не верили, что это реклама создана в Молдове, фотографирована молдавским фотографом. Все говорили, что где-то с интернета взята. Ну, мы поняли, что, видимо, мы неправильно делаем что-то. Начали писать имя, фамилия фотографа. Виктор Кашулян. Потому что до того все говорили, ну, содрали с интернета. Но мы такого никогда не делали. После того, как начали писать, уже начали на самом деле понимать, что да, это мы здесь на месте делаем. И я на самом деле рекомендую брендам делать рекламу, делать хорошую, выбирать, отбирать. Конечно, может быть, это не всегда получается. Но, по крайней мере, не останавливаться. Подходи к этому вопросу качественно. Да. Я даже больше скажу, что уже не только фотографы знают, уже всех моделей практически с баннеров многих по именам знают. Абсолютно точно. Которые мужчины, я уверен. Да, да, да. Они после нашей рекламы становятся очень популярные. Их приглашают в других съемках для других брендов. Сниматься в клипах, в кино даже. То есть у них такой очень хороший подъем в карьере происходит. И мы это испытывали уже неоднократно. Все-таки все взаимосвязано. Очень, очень сильно. Вы знаете, к нам попадают модели, некоторые в самом начале пути, а некоторые уже немножко подзабытые. Разные бывают ситуации. В любом случае, сниматься с нами интересно, еще и полезно. Для карьеры, по крайней мере. Поэтому это у нас, мы уже знаем, что если данному человеку нужна хорошая раскрутка, пиар, надо в понте сфотографироваться. И успех гарантирован на ближайшие пару лет точно. Так что это такая вот формула успеха. Мы желаем вам процветания. Спасибо. И вам, как коммерческие мертвые в вашей компании. Нового этапа к следующему году, к следующему проекту «Ди нынему». Оле желаем, чтобы ее также продолжали радовать ее любимые дизайнеры. Молдавские. Хотела бы подчеркнуть, чтобы она выступала и на сцене молдавских платьев, и ходила к нам в программу о молдавских нарядах. Ну, конечно же, в последневной жизни. Сегодня тоже, да? Без исключения сегодня, да. В принципе, я тоже made in Молдову. Ну, замечательно. Ну что, на этом мы хотим с вами попрощаться. На сегодняшнем гостях была Наталья Кошеляна. Это коммерческий директор компании «Понте», а также наш любимый гость и хороший друг нашей компании. И наш телеканал Оля Тира, пица, которая участвовала в показе «Ди нынему», которая состоялась в минувшие выходные. Да, далее движемся тоже. Made in Молдова. Реклама.